Ребята, я, конечно, сильно извиняюсь, я сегодня без вебки, но я очень хотела показать вам новые секреты, которые вышли в этом обновлении, и да, они есть, и да, они крутые. С чего хочу начать? Во-первых, я на общем сервере, все потому что вот здесь у нас есть снизу вот такое небольшое послание. No wait time in private servers, что означает никакого времени ожидания на приватных серверах, то есть на випках, да, по сути. Поэтому я зашла, чтобы это проверить, давайте забежим вот сюда, сейчас кто-то это изменил. Я так понимаю, что после того, как мы меняем здесь локацию, да, вот, например, я изменила на пати, и сейчас, наверное, да, смотрите, офигеть, и нужно ждать 2 минуты каждый раз. На самом деле, блин, это как-то фигово, я не знаю, мне, ну не знаю, почему нельзя обычным игрокам сразу поменять. Окей, погнали смотреть тогда секреты. Так, ну что, я переместилась на приватный сервер, да, так сказать, и сейчас будем смотреть новые секреты в обнове, потому что они действительно есть, их несколько. И начну я с самого такого простенького и закончу с самым крутейшим просто секретом. Сюда нам нужно вот зайти, это у нас магазин оружия, и здесь, я знаю, есть небольшой баг. Так, если залезть камерой под стекло, если залезть камерой под стекло и брать вот эти пистолеты, получается, я не знаю, блин, как тут, это пистолеты? Нет, это не пистолеты, черт. Вот, если залезть и брать эти пистолеты, они мне не берутся. Короче, я смотрю, может быть, надо лечь, я не знаю. То есть, смотрите, если вот так вот, например, а у меня, в принципе, они не берутся. Хорошо, а где они берутся, я не знаю, надо разобраться с этим. Я сейчас где-то наводила, блин, и пистолеты же должны браться. Нет, почему они не берутся? Хорошо, вот здесь пистолет берется. А вот здесь не берется, в смысле? Короче, какой-то чувак написал, что если залезть под стекло и нажимать на пистолет, то берется дробовик. То есть, ну, вот эта вот штука. Но под стеклом, в принципе, пистолеты не берутся. Хорошо, давайте попробуем, может быть, как-то забагаться под это стекло. Я не знаю, может быть, тогда можно будет нажать. Ну, у него-то все бралось. Ну, либо меня, конечно, обманули. Ой-ой-ой. Так, ну, наверное, вот давайте как-то так попробуем, да? И сейчас, то есть, мы под стеклом. Над нами пистолет. Вот он. Блин, как-то надо сделать так. О, блин, вот-вот-вот. Но, нет, пистолет, к сожалению, не берется. Он реально, к сожалению, не берется вообще. Вот, я сейчас нажимаю прямо на него. И он не берется ни в какую. Хорошо, может быть, человек имел в виду как-то навести камеры на эту стену. Давайте тоже попробуем, наверное, сюда забагаться. Вдруг получится, я не знаю. Но это просто как-то странно. Нифига, мы попадаем в следующую комнату. Блин, это как-то фигово. Я реально надеялась, что этот секрет работает. Потому что я его еще не проверяла. Ну, предыдущие два я проверила. А этот я еще, короче, не проверяла. Знаете, как-то, как-то, короче, обидно. Но у нас, по сути, здесь нажимаешь и берется пистолет. Короче, первый секрет, ребята, не работает. Здесь, получается, берешь дробовик, и он, короче, берется. Как-то, как-то обидненько. Но у нас есть реально два крутых работающих секрета. И там такая пушка. Итак, нам нужно вот сюда. Здесь нам нужно выбрать ресторан. И у нас вот этот вот ресторан, The Brick. Это новый ресторанчик наш. Ну, разумеется, да. И здесь мы можем забагаться вот в эту надпись, получается. Если мы прыгаем вот сюда, мы попадаем вот сюда, получается. Короче, такое небольшое место для пряток. Вот такой небольшой баг. Я не знаю, мне кажется, в принципе, супер таким прикольным. И то, что есть вот такое вот местечко, где можно спрятаться и вот так, в принципе, ходить. Если, например, уменьшится, то вообще, мне кажется, топчик. Давайте попробуем уменьшиться. Уменьшаемся. И прыгаем. Вот. И нас, короче, получается, вот так вот встанем. Давайте посмотрим. Нас вообще не видно ни с одной стороны. Короче, можно реально вот так прикольно багаться и над кем-нибудь подшучивать, я не знаю. Короче, реально, секретка, в принципе, неплохая. Мне кажется, очень интересная. Вообще, я думаю, что, может быть, я даже не все секреты смогла найти, потому что, может быть, секретов в два раза больше. Но, как раз таки, для следующего секрета, боже, этот секрет, это просто пушка, бомба. И я реально очень хочу вам его показать. Поэтому для этого секрета нам нужно отправиться в морг. Этот секрет, реально, поверьте, ребят, этот секрет стоит вообще всего. Короче, отправляемся в морг. И здесь нам нужно нажать на вот эту вот agency листов. Нажали на нее. После того, как мы на нее нажали, мы знаем, что у нас активировалась книга в библиотеке. И нам сейчас нужно ее взять. Та самая книга с крестом. Сзади ее нужно взять. И после этого произойдет такое, ребята. Вы просто вообще не поверите своим глазам. Я беру вот эту книгу. Сейчас взяли. И мы отправляемся в новое место. Да, которое это новое же обновление. И здесь нам нужно выбрать музей. Когда мы выбираем музей? Давайте посмотрим. Что здесь у нас происходит? Ну, в принципе, ничего. Во-первых, у нас нет имен. Да, кто это такие, непонятно. Но то, что это какие-то родственники мистера Брукхейвена или его жены, это 100%. Потому что, в принципе, этот музей о мистере Брукхейвене и его семье. И вообще о Брукхейвене. Поэтому сейчас мы берем книгу. И мы должны будем с этой книгой подойти к этому кресту. И посмотрите, что произойдет. Он загорается. Начинает гореть. Пропадает череп. Здесь появляется имя Грит и Фир. Тут у нас появляется призрак мистера Брукхейвена в руках с этой книгой. Это просто что? Ооо, блин, но у нас не появляется два других имени. Я определенно точно знаю, что их нужно как-то активировать. То есть, зато мы точно узнали, что этот череп, это 100% череп мистера Брукхейвена. Потому что, когда он убирается, появляется сам мистер Брукхейвен. Этот чувак, его зовут Грит. А ее зовут Фир, как-то так. Вообще, странные, короче, какие-то имена. И Грит, и Фир, я не знаю. У нас таких раньше не было. Давайте попробуем, я не знаю, с этой книгой подойти к книге. Может быть, тоже что-то произойдет. Нет, ничего не происходит. Я не знаю. Я хочу, знаете, что еще попробовать? Тут тоже, в принципе, ничего не происходит. Обидненько. И здесь тоже. Но давайте, может быть, попробуем взять еще вот эти вот когти. И подойти вместе с ними к этой штуке. И посмотреть, может быть, тоже что-то произойдет. Для этого мне нужно, короче, поставить сейчас дом. Дом номер 17. Номер 17. Я очень хотела бы, чтобы что-то произошло. И когда мы ставим этот дом, после этого нам нужно будет взять там на чердаке эти когти, да, эти источники энергии. И забежать в эту секретку. Может быть, реально что-то произойдет. Ну, было бы неплохо. Но, знаете, я думаю, что это супер просто. Поэтому вряд ли. Но мы хотя бы можем попробовать. Поэтому давайте сейчас опустимся снова вниз. Когти мы эти взяли. И сейчас отправимся обратно в нашу секретную комнату. Ребята, а вы пока напишите в комментариях вообще, как вам эта топовая обнова. Потому что я считаю, что Вульф Пак постарался на славу. Добавил такие крутые новые места. И вообще очень-очень крутая обнова. А эта секретка просто пушка. Поднимаемся снова в музей. И с этими клыками, ну, давайте подойдем. Я не знаю, вдруг что-то произойдет. Нет, к сожалению, ничего не происходит. Ну, знаете, очень обидно как бы. Очень-очень обидно. Могло бы что-то и произойти. Давайте, хорошо, давайте подойдем вот сюда. Может быть, тут что-то произойдет. Попробую подойти к книге. Может быть, у нее что-то произойдет. Хочу узнать 100%, если у нас с помощью книги открылось два имени. 100% есть еще какой-то один секрет, который откроет вторые два имени. То есть, либо Вульф Пак оставил это на потом. Сейчас у нас загорится. Так, офигеть, этот крест так горит жестко. И здесь появляется, видите, то есть у нас получается Грид и Фир. Эту девушку зовут Фир. И вот этот вот призрак мистера Брукхейвена здесь мигает. Просто жесть, ребята. Но если у нас открылись эти имена сейчас, значит, скорее всего, эти имена мы тоже, два последних имени, тоже сможем открыть. Но просто как, когда и где, это непонятно. Ребят, напишите в комментариях, если знаете хоть какие-то новые секреты. Может быть, они есть.